Американская оборонная база для нужд Украины. Чиновники Белого дома встретились с руководителями ведущих американских оборонных компаний для обсуждения производства оружия для Украины. Обсуждались технологии разминирования, беспилотники и системы борьбы с российскими дронами. Об этом пишет Reuters. Проще говоря, сейчас обсуждается вопрос, чтобы американское оборонное производство работало исключительно для нужд Украины. Также по информации агентства участники обсуждали, каким образом Вашингтон может предоставить Киеву дополнительную военную помощь с доступом к современным американским технологиям. О таких планах Вашингтона еще в ноябре 2023 года сообщал Валерий Залужный в своем интервью для издания The Economist. Главнокомандующий отметил главное преимущество украинской армии, которая необходима для победы в войне. Один из пунктов как раз и касался вопроса применения современных технологий. А судя по тому, что ГУР получила 100 гигабайт данных с российского предприятия, производящего беспилотники Орлан, можно предположить, что некоторыми технологиями украинской спецслужбы уже активно пользуются. В частности, спецслужбам удалось завладеть документацией на 194 номенклатурных единиц, чертежей, технологические задания, патенты, программное обеспечение. Речь идет как имеющихся, так и будущих военных разработок. По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять полтора миллиарда долларов. А как Вы считаете, работают ли наши спецслужбы с американскими технологиями? Напишите свои мысли в комментариях, не забудьте подписаться, поставить лайк и помните, команда Украина сегодня работает для Вас. Скандалы и расследования в Министерстве обороны Украины не утихают. За поставку продуктов для ВСУ и отрывание с этих поставок денег уже начинают ловить и сажать много бизнесменов. Но, как показывают расследования, дел еще много. Как выяснили журналисты, еще одна крыса заработала сотни миллионов на продуктах Минобороны. Это полковник из сил логистики ВСУ Александр Козловский. Распылил он с группой военсервис-волонтера 170 миллионов гривен. Козловский и Ко создавали видимость обеспечения военных комплектами продуктов. Они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продукта питания так и не была поставлена. Но в тюрьму этот полковник почему-то пока не попал. Но, как заявил министр обороны Рустам Умеров, над зачисткой всех крыс в министерстве работают. Последние скандалы и раскрытия благодаря работе министерства, стражи порядка и специальных служб. Ведет внутренний аудит Министерства обороны Украины, который смог выявить ранее допущенные нарушения более чем на 10 миллиардов гривен. Но, как заявил министр, нас ждет еще много новостей. Но интересно, где бывший министр обороны Резников? И почему он все еще не за решеткой? Ведь такие схемы не жили бы так долго, если бы их никто не крышевал. А пока одни ловят воров, ТЦК ловит людей. Охота в Одессе продолжается. Там мужчин вытаскивают прямо из транспорта. Почему он не имеет права? Почему он не имеет права? Он на военном обедке находится. Почему он не имеет права снимать? Вы снимаете военную переполнение заданий. А я ему не снимаю военную. Ничего страшного. Это в поле в защите. Это в поле в своей защите на суде. Я фиксирую вашу работу. Простите. Ваши дубы. Кто вы? Национальная гвардия. Национальная гвардия. Национальная гвардия. А нас гвардия. Моя право останавливаться. Среди с распоряжением комендарта. Нет, нет, ребятам. Нет. Я не желаю с вами проходить. И с вами тоже. Я не желаю, я не желаю, не желаю, у меня нет желания, вы занимаетесь этим, вы занимаетесь этим, вы занимаетесь этим, достойно, а не устраивайте цирки, вы в чём вы туре, мы у ребят. Да-да, сотрудники ТЦК зашли в общественный транспорт и пытались раздать всем повестки. Как указывают одесские каналы, автор этого видео был задержан. Как вам такое начало года от Министерства обороны? Пишите свои мысли в комментариях и делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы как можно больше людей это увидело. А также не забывайте поставить лайк и подписаться. Из эквадорской тюрьмы исчез самый опасный преступник страны, лидер банды, которую подозревают в убийстве кандидата на пост президента Эквадора. На его поиски бросили отряды полицейских и даже военных и объявили чрезвычайное положение на два месяца. Еще бы, речь идет о крупном мафиози Адольфо Массиесе Вильямаре по прозвищу Фита. Он находился в тюрьме уже 12 лет, при этом продолжал возглавлять могущественную мафиозную группировку Лос Чонерос, люди из города Чоне. Исчезновение мафиози в городе Гуякиль произошло при странных обстоятельствах. Из камеры, которая должна была быть особенно надежно охраняема, так как расположена в части тюрьмы строгого режима. Президент Эквадора Даниэль Нобоа уверен, что введение чрезвычайного положения на 60 дней, которое предусматривает временный запрет на общественные собрания и комендантский час, позволит военным и полиции прямо контролировать тюрьмы страны. Я выдал четкие и точные указания командованию войск и полиции для вмешательства в контроль над тюрьмами. Я только что подписал указ о чрезвычайном положении, чтобы вооруженные силы имели политическую и правовую поддержку в своих действиях. Я прошу поддержки граждан, ведь это наша общая борьба. Эквадорская полиция объясняет, что отсутствие Фита в камере обнаружили в воскресенье. Его искали по всей части тюрьмы, которую усиленно охраняли, но не нашли. Даже до сих пор не ясно, бежал Фита или прячется где-то на территории большого тюремного комплекса. И когда именно Фита исчез из камеры, полиция также не знает. В прошлом августе Фита перевели в другую тюрьму комплекса. И это произошло после того, как Массиас даже из-за решетки угрожал убийством кандидату в президенты Фернандо Вилья Весенцио. Вероятно, потому что тот выступал против наркокартелей Эквадора. В конце концов, 9 августа политика, который имел высокие шансы выиграть президентские выборы, убили. Именно после этого лидера Лос Ченорес переместили из тюрьмы Гуякиль, где его удерживали с 2011 года, в небольшую тюрьму строгого режима Ларока, как считалось, более безопасную. Чтобы это реализовать, задействовали несколько тысяч хорошо вооруженных полицейских и военных. Но в конце концов, после апелляции преступника вернули обратно в тюрьму, которая фактически контролирует его же банда, из которой он все-таки исчез. Важно отметить, что Фита уже бежал отсюда в 2013 году. Вместе с 17 заключенными он выбрался из Ларока и на лодках переплыл реку, омывающую тюрьму. Но через 4 месяца Фита вместе с братом, также членом Лос Ченорес, поймали в доме их матери в городе Манта.